Здравия желаю! Здравия желаю! А как вы обсуждаете? Я её ни разу не насылаю. Просто пласт ocean мне это делает! Я тоже так насылала! Короче, паракорд. Получается, браслеты все сделаны из материала, который называется паракорд. Парапорт – это парашютная стропа американская, то есть американские парашютисты еще во времена 30-40-х годов, они уже юзали везде стропы, и применение, как использовать эти стропы помимо прыжка с парашютом, появилось впервые у 101-го десантной бригады американской, это во времена Второй мировой войны, то есть они спускались с парашютом, потом эти стропы связали, сматывали в рулон и покидали себе куда-нибудь в сумку для последующего применения. Почему они это делали? Парапорт, вот эта веревка, она очень прочная, нейлоновая, внутри сердечницы состоит из семикапоновых нитей. На разрыв удерживает 250 ног и, соответственно, такой веревка получается очень большой спектр применения именно в условиях выживания. То есть такими нитками, вот эти, ловили рыбу, зашивали рану, потом такими можно заниматься буксировочными работами, поменять себе шнурки, подвязать что-то там к рюкзаку какое-то еще снаряжение. То есть, если вы живете там в лесу, то те же продукты, да, там лунов, то надо прятать от яичных, можно там подвесить, высушить, деприлировать. То есть, ну, очень большой спектр применения и поэтому парапорт стал называться такой веревкой выживающей. Во времена уже войны во Вьетнаме он, как бы, обрел свое второе рождение именно в изделиях. То есть солдаты американские стали плести браслетки. Стали плести браслетки какие-то тени кобры, это самое такое распространенное. Вот так вот это, да, здесь декорировано, без декора. Плеили такие браслеты и есть система крепления, называется петля узла. То есть плеились такие вот узлы, называется кельская кнопка или бриллиантовый узел с одной стороны, а с другой стороны делались петля и, соответственно, этот узел ходил в петлю и тем самым, как бы, самодостаточный браслет. То есть он у тебя всегда на руке, всегда с собой, примерно 2,5 км прохода. Если что-то случается, ты можешь быстро этот браслет расплести и опять же вылечить все. Использовать его по применению сам. Да, использовать его по применению. Потом пошли дальше. То есть помимо вот, это было не только как украшение, но и в твоей войне. Потом стали использовать в качестве застежки куберец. Вот как раз вот этот браслет, это в принципе такой олдскур. И они сделали пуговицы. Почему? Потому что погибали товарищи на войне. И в памяти о предыдущем соратнике с собой в Питере связалась пуговица и вставлялась его браслет для сестры. И, соответственно, у тебя опять же веревочка для выживания и пуговицы с Питерой. Вот это в принципе такая предистория такого парахода. Были, ну, несколько видов, да, военной промышленности. Это какие-то там цвета кальек, хайки, там, черный цвет. Ну, большому счету для парашютов больше их не нужно. Но так как после войны в Вьетнаме они преодолели уже достаточно какую-то популярность, стали внести браслеты уже и после войны, то заводы по производству параходов стали заниматься выписками коммерческого парахода. То есть это уже большая палитра цветов. Появилось несколько крупных производителей, которые соответствовали, опять же, требованиям, там, не имеется, и они проверяются, опять же, на прочность, на структуру, как бы все эти дела. И каждый производитель парахода еще делает свою внутреннюю нить, какую-то оригинальную. Например, вот этот Эрвардиан параход киевский. Они уже в таблиоте на одной нить. То есть, как бы, их можно отличить от того, что вот они делают вот так. Многие делают просто под цветоплетки внутреннюю нить. Ну, в зависимости, некоторые не делают общение. Но у всех есть какая-то своя фишка у производителя. Вот каждый параход производителя отличается, там, немножечко, там, жесткостью, мягкостью, немножечко, там, больше толщины, ну, как бы, чуть меньше, чуть толще, круглее, овальнее. Ну, опять же, зависит от того, кто вы делаете. Забыла эту панельку? Панельку лучше гречки для парахода? Ну, сколько из вас? Ну, больше американского, ну, это американского, там, чуть-чуть, то есть, там, они еще не дошли, или по уровню, что он везде используется. Просто в каждом виде браслета, в каждой модели, ну, ты чувствуешь, как-то, наверное, использовать. То есть, ну, не всегда с мягкими хорошо. То есть, у этих вот роп, у них очень жесткий, классный проход. Ну, черный проход, адекватный для акцентов, то есть, он, действительно, все время такой... В чем-то сезон? Да. Только у них такая фишка, как-то, другого черного прохода, такого качества, нет. Американных шансов, да? Ну, все, америкосы, кроме вот... Есть просто вот линейка Милспек, который изготавливается только на вооружение, а есть линейка коммерческого прохода. Но тот и тот у них, как бы, знакового качества. Просто коммерческим пользуются рукодельники, там, в текстильной промышленности, их же тоже ставят и вещи, и рюкзаки. Ну, оно не может использоваться. Вот это история прохода, да? В общем-то, есть интересная факта, что можно увидеть, что каждый день у нас проведет зельного куста. Бараш, ну, это же такое приключение. Ну, в принципе, в среднем еду 3 метра парапорта, вот такой расходный, на доске, за такой достаток. Есть порослеты, но я их не делаю, просто сейчас делал большие, которые уже не повыли. Вот идет быстрый воспитаемый прослет, но самопутильность сделана так, что ты можешь подвернуть за раз, для тебя уже совсем легкого карта. То есть, он делал специальный бюро, он делается быстрый воспитаемый. Туда можно хвестеть 4,5 или 6 метров. То есть, в зависимости от руки. Ну, толщин не помню. Не, он широкий, как бы, ну, больше от запястья. То есть, ну, 4,5-5 вообще легко. Так, ну, 6 надо постараться. Ну, любом бюро, какие болтаться. Вот. Но сделан он так, потому что, да, когда дашь застежку, дергаешь и все. Встрепнул, и у тебя целый взлет. Ну, они, как бы, как... Это немножко другой вид деятельности. То есть, опять же, если уже рассказывать дальше, да, я занимаюсь больше, наверное, такими, как, более модными, наверное, аксессуарами стильными, а есть направление по выживанию. То есть, помимо того, что он сам умеет в себя функциональность, в них внутрь вплетают леску, там, какие-то наборы с крючками, рыболовками, потом, там, есть специальные застежки, они, например, огниры на кресалах, из которых он ножиком почерпывал, а не скруляет. Вот, потом туда вплетают веревку, как шпагат, какая-то есть крыла на бумагу. Ну, распускается. Пасынки раньше упаковывают, все. Вот, ее специально туда вплетают в лес, а для того, чтобы... и... ты не застежку делаешь, только не для того, чтобы, тебе надо, там, только ржечь костер, если ты расплел, и там, сухая литочка, как бы, ты подчеркал, и вот эти все загорели, все такое. Вы не разгалывали? Ну, это вообще отдельное направление, не только выживание. Плюс, вот украинцы, вот эти вот гвардин, они пошли дальше, они сделали вот эту вот веревку, когда поджигают, она прям внутренняя здесь. То есть, у них есть сурваровая линия, не на выживание, как бы, они специально делают инфлип, и внутрь еще вставляют леску сразу, ну, ты распускаешь, у тебя и нитки, и лески, короче, и водородовка. Ну, мне, по-вести с ним, с ним неудобно, потому что, когда этот инородный туда засовывает, он начинает через отлетку подливать такими волосками. Получается, на черном баскете, у тебя такая схема очень, но он удобный, там, для рыбака, но его надо отличить. Дальше. Так, как я этим, я просто, на мой друг, ушел на фронт, и мне захотелось ему какой-то подарок сделать. Я что-то, ну, стал, ну, как бы, что-то купить неинтересно, просто со своими руками. Я увлекаюсь саранской традицией, брать шоколадов-облядов, или в саранской категории в традициях всегда была тема наузов, то есть, можно было завязывать звуки, заговаривать их, и я совместил просто изделие с парапорда со славянской традицией. То есть, я увидел, что есть такая культура, как раз у военных, что можно быстро браслет, которые могут им помочь. Брюс, я мог заговорить каждый узел, чтобы его помогало, как бы, вложить тебя в свою душу. А в первый раз это сделало ему. Потом стал делать, ну, еще какие-то, стал смотреть поставщиков парапорда в Украине, там, через OLX, через Агитонтакт, там, ну, обжигал, остались куча китайских парапорда, очень по-погаду, ну, и постепенно, постепенно пришел, нашел качественный парапорт, делал к друзьям. И стал выполнять в Инстаграм. И меня стали спрашивать, сколько стоит. Ну, вот, я не собирался продавать, там, кому-то. У нас это, кстати, хобби. И потом, ну, сколько стоит. Ну, например, парапорт стоит, да, там, ну, работа пусть, там, будет, 20-го времени, и начал это продавать. Но тогда это были, есть специальные фастексы, опять же, за счет пластиковые. Они специально делаются уже для браслетов, это целую пусты, я, когда, молодой покупал эти фастексы. И делал простенькие браслеты, просто комбинировал цвета, как бы, но разные плетения изучал, и все это было не такие застежечки, короче. Ну, ну, как бы, понял, что мне интересно, это вот делает много таких. Вот. И стал увлекаться, ну, заинтересовался просто вообще движением пароходовым американским. Да, мы привезем те техасские мужики, вот, они именно помешаны на, в первую очередь, на застежке. То есть, застежка, смотрите, это самая прям, ну, самая фишка, то есть, там внести могут, как бы, все. А вот, придумать застежку, сделать, конечно, по-муникальному, да, чтобы она была тяжелая, массивная, там, какого-то там интересного металла. Это уже была для него фишка. Да, и я просто стал смотреть назад. Амелия, дойдите. Ну, еще есть гвастик, что я сделаю дальше, чтобы я разобреешься. И, у меня вдруг, и он фанат комиксов мультфильмов, и он художник, легкой снимается. То есть, на самом деле, какие-то стульки маленькие, с мультяшными героями, там, друзьям в подарок, ну, такое. Я, на самом деле, вот такая фишка. по киталам, например, на реклосовске. То есть, можно сделать, как бы, коллаборацию, там, вести браслет, и вот такие вот штуки делать. Он это тоже все немножко поизучал, говорит, что бы кто-то хотел. Первые мои бусины был вот этот вот хабаряк. То есть, я ему говорю, сделаю хабаряк. А с чего он делал? Делаю хабаряк. Делаю хабаряк. Нет, это материал. Тоже бронз, серебром готовим. Бронз из серебрения, да? Чудоственное, я хотел сказать. Ну, и, короче, он слепил этого баяга. Мы нашли такого, как деда, который, там, похоже... У него нет, у него частная, типа, литейная, если сказать, я, ну, какой-то, там, алкоголик. Ну, он... Он сделал нам первый воскоп. Он был еще не такой, ну, как бы, четкий рельеф. У него была такая детализация. Ну, более-менее, он был нормальный. Вот мы выбрали металл Мельфиор, чтобы он был бы исследован. Вот, и, недорогой. Вот этот, деда, Мельфиор, вот эта штука. И ее стали проглядывать в интернете. И они, ну, они реально пошли. Они всем понравились. У них есть какой-то там вариант. И мы говорили, давайте слепим казака. И вот второй был, вообще, вот он... Ну, это не казак, это вообще был, наше видное, Святослава Харогова. То есть мы сделали его. Тоже так же отбили его, Мельфиор. Вот потом этот дед у нас потерялся. Но я, слава сказать, мы более нормальных уже ювелиров и перескочили. Мы уже с этой модели встали в интернете. Бросить, покрывать середро. Ну и, в принципе, как бы, сейчас такие работы я ему, вроде, что бы я хотел бы видеть. Он где-то мне показывает его концентр. И сейчас пойдет себе на концерт. И я утверждаю. Он присылает мне саму модель. И я потом направляю эту ювелирию, уже переработаю. Попрессирую на партию. Я работаю с этой партией. Иногда они присылают немножечко неправильно. Я отправляю, опять же, первоисточнику, по нему в мастерскую. Инструменты позволяют доработать только глюстики. Ну, бывает такое то, что каждая вот такая вот бусинка иногда еще дорабатывается после необычного. Но они все немножко разные. И при отливке тоже. Они поплевают ее, потом немножко там шлифуют, что-то смотрят середро. Попрессия разная, шлифовка разная. И, в принципе, от партии в партии это все равно немного разница. Что? Они уникальные. Они все уникальные. Они очень высокие 100% Да, шиш. Я стал выкладывать это все на Инстаграм. В Инстаграм стол, ну, как я занимаюсь XML, в Инстаграм. То есть, в Инстаграме больше подвигаемся на завязаторах. И, ну, успех на все где. Потом открылся на идти площадке. Идем, он только на все поисков. И постепенно с Инстаграм перенаправлял, как бы, неизвестно, например, не площадь. Он тихонечко стал продавать там. Потому что продавать эти стрессы, ну, по себе, стоимость и достаточно дороговато. И люди, наверное, не понимают, как это будет. И, ну, как бы, люди считают, что стоит, там, 500 гривен, то, допустим, она должна идти... Но это не делает... А, она работает, и, ну, и, ну, как бы, люди считают, 500 гривен, то, допустим, она должна идти... шаклы из нержавейки, которые нужно использовать, как раз, вот, буксировка какая-нибудь, то есть, через нее можно перекидывать. Ну, хорошее, вот, уже в сфере выживания, наверное. Но я, когда их увидел, понял то, что вот такие застежки, ну, намного лучше, чем какие-то пластиковые, несколько интересные работы. Более практичные. Да, если их просто пачками заказывать. Да, наверное, по моим моделям могу рассказать. Ага. Ну, это все... Существующий смысл по поводу оберега? Да, ну, для меня, там, вот, это все какие-то сильные люди, с сильным характером, которые любят свою землю, своей природы, культуру, там, варианта, Святослав Харовой, да, последний, там, языческий князь, который защищал. Этот парниша молодой. Этот парниша, это уже барожатая культура, что для меня, ну, как челик является... Я не дружу. Ну, как символ чистой реальности, то есть, жизнь без маски, да, то есть, у каждого из нас под наши маски, все равно, вот, вот такая вот, штука, короче, а у меня она с бородой. Ну, то есть, это то, что, ты носишь бород, не только, когда это модно, но носишь ее в символофилу, и это, но, решили сделать, такой вот, челик, челик с бородой. Это, это викинг. Ну, он, изначально, он был полностью с головы, тогда, было, татуировки на выборках, в затылках, ну, и здесь волосы, когда это любой делит в косу, такой, как Рагнар, вот, но, так как мы сделали из него пряжку, получилось, то, что он просто здесь, как чубчик вышел, татуировки немножко видны, в виде усы получились. Такой, на казака. Да, его часто путают с казаком. Ну, видимо, славянские черты лица, они у викингов, прослеживаются. Дальше, что? Ну, вот, индейцы, опять же, индейцы меня все привлекали, потому, что они до сих пор, в нашем современном мире, они остались жить в своем мире, они не, не знали, как бы, часть своих территорий, постоянно живут там, где-то, они поклоняются своим богам, они чтут культуру, до сих пор, да, и даже в современном мире, они все равно входят так, как они ходили, как ходили их предки, там, у них есть вождь, у них есть свои законы, свой правил, и я считаю, что, как биндеец, это, такой, символ свободы. Поэтому, мы решили его сделать, потом, еще сделать, следующий, как биндеец, тот мир, он появился, еще, еще один, это варяжский щит, но это, вообще, с щитами, это уже, следующая история, они пошли у меня, совсем недавно, это я решил, как раз, возродить, вот, вот эти, варяжский щитами, варяжский щитами, как же сделать, ну, как же сделать, варяжский щит, да, щит, вот этот, с индейцем, еще есть щит, с волком, там, вот так вот, по боку идет, но я не делал, просто сейчас, вот сюда, но они тоже, есть, там такой волк красивый, по боку идет, по боку идет, якорь, это уже, Николаевская тема, то есть, так как, паракордом живет, Николай, я сделал якорь, со своей же, обойтой. Да, я обратил внимание, что там есть, то есть, это надпись, это, как бы, поныбель, рождение, моего увлечения, да, и плюс, как я бросил здесь, якорь, потому что, он не из Николая, поднимите руку. Да, разве что? Дальше, ну, Панишев, я про нем уже говорил, как бы, да, он изначально из комиксов, вот, а вжился, как раз, военную культуру, сейчас, Панишев каратер. То есть, он, наверное, ну, темно опять, темляки. Темляк, это, так сказать, веревочка, которая помогает, дополнительная страховка для инструментов, будь то, там, топор, нож, фонарик, и прочее, то есть, есть целая книжка по темлякам, среди, опять же, всяких монтажных мужиков, то есть, выполняет множество функций, то есть, ты, например, можешь отдавать, вот, на клипсу ножа, по-моему, вот, тоже маленький, как-то темлячок, да? Удевает на клипсу ножа, нож вставляет в карман, и ты затемляй, по-моему, очень постепенно, плюс, ну, здесь бусины, просто не очень удобные, можно, там, дополнительно, держать затемляк, для того, чтобы нож не выпадал, если он тебе выпадал, там, во время какой-то, там, драки, он у тебя все равно остался, да, ну, чтобы его не выродить, вот, плюс, ну, их, как бы, на моры, на всякие штуки, и для того, чтобы украсить себе вот этот страховочный шнур, привелось понятие темлячные бусины, и, в принципе, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, вот, он же целиком, банишер, вот этот, вот, череп, это темлячные бусины, это, такая многофункциональная же штука, а за что же он получает с обоцепление? А, вот здесь вот, да, цеплялся? Да. Ну, вот и получается, ну, они, их можно даже, ну, их покупают часто отдельно, потому что никто не любит плетеные темляки, они просто, с аппарата, одевают на него темлячную бусину, любой узел завязывают, там, подожгли его, оплавили, как бы, им так достаточно, делают, разные длины, по-разному, есть дырки для пальцев, специально делают в темляках, просто, там, проплетают пложные, там, толстые, маленькие, там, вот, всякие разные, и, соответственно, вот эти делались, как раз, для культуры, такой, темлячного. что-то, возможно, будет, если подпадало, да, это просто, теменький. А вообще, я даже, вот, это, нету классных, брелков, есть еще, ну, из паракора делают ланьяр, то есть, это уже, там, более длинный шнурок, для подвески, там, бейджин, какого-то, да, фотоаппарату, ланьяр носить, на рюкзак, да, на рюкзак, да, на рюкзак, он, я тоже нашу мелодиан, так сказать, ключи, в карман, это подушник, чтобы, ну, не потерялись ключи, то есть, если они выпадут, даже я услышу звон, они будут на ней болтаться, потом есть, есть партнер, опять же, функции тех же тактильников, но только уже кистевые ременеры, то есть, это, браслет с продолжением, у него маленький вход на headset, то есть, вот здесь получается браслет под переводчика, который зацеплен из фотоаппарата. Qué hoarsk. Фотографируешь, да, если фотоаппарат на duc friendly Mail, он у тебя на руке остался на дуэкзак. И, ну, например, телефон у ЦПР с такими, что-то отличное, специально связ compassionate на больших размерах, если, если, если где-то там на акта 街 superficial оконная не фотографированная тsm 104 чтобы мастер сбит, а он у тебя на руке расстался А, ты успеешься, Либо эту же штуку перестегиваешься вот сюда, или вот сюда, и телефон кидаешь в карман, и ты же лазишь там где-то, и он выпадает, и полтается, чтобы не потерять просто перестегиваешь конденсию. В принципе, ну, скорее всего, да? Ну да. В Украине тяжело еще продумать то, что очень много хотят, но не то, что очень много хотят. Очень-очень много вопросов, они занимают очень-очень много времени, короче, потом могут быть чем-то недовольны, но и еще ничего не купить. И поэтому на западном большинстве там ценится работа руками. А вот эта площадка, как Вы говорили, это западная площадка, или это выход на Америку? Ну, это европейская площадка. Ну, у меня покупают в основном продажи Америки. Ага. Потому что это ближе к их культуре, да? Наверное, такие площадки? Может, у них просто дороже работа такая стоит? Мне кажется, они больше цены. Ну, люди, на которых я смотрел изначально, на американцев, которые делают такие площадки, там… Вот я продаю эти площадки, там, в ту же Америку, по 50 долларов за площадок. А в Америке такие площадки, как я делаю, стоят по 200 долларов за площадок. Соответственно, у меня в 4 раза дешевле. А для того, чтобы продать мне в Украину, мне надо эту цену добавить еще разом, два в три. Получается, что здесь вернуть чуть ли там не себестоимость отбиваю. Мне это не интересно. А могли ли я подсказать немножко технологию? Ну, не по парапортам, а вообще продажи за границу? Что там есть все-таки тонкости с банковскими карточками, да, куда деньги перечислять и чем отправлять? А там только PayPal. Только PayPal. Ну, то есть работа, как бы, не с другой стороны? Ну, PayPal. А отравка чем? Отправка. А не лучше всего. У меня, вот, сейчас, в последнее время, в США сейчас стоит до 10 дней. Да, правильно. Потому что в карточку надо здесь оплатить при отправке. Ну, стоит от 100 до 150 гривен. Если она будет весить, то будет 250 гривен. Если будет весить больше, то будет 650 гривен выше. Если это будет больше, чем полкилота, то там уже 700 гривен выше. Да, да, я просто... Килограмм уже, я просто делал станки для плетения. Здесь я не нафиг думаешь, я говорю, ну какой-то кусок деревяшки. Это за 200 гривен, да? А там они покупали за 30 долларов, как бы, но доставка была еще дороже. И тоже покупали, как бы, специальные какие-то коробки, чтобы вот отправить эту деревяшку, куда-нибудь в Америку. Да, я просто видела.